Мгновенно и подавляющим большинством Европарламент проголосовал без виз для Украины. 521 голос за и всего 75 против. Это еще не финиш в безвизовом вопросе, но до него уже недалеко. Когда и кто будет принимать окончательное решение и когда украинцы смогут свободно ездить по Шенгену? Следила за голосованием в Страсбурге и расскажет больше Елена Абрамович. Украина равно Европа. Группа депутатов, которые активно поддерживают Киев, не впервые выходят с такими плакатами. Но сегодня радуются особо. Через несколько минут они наконец-то сделают шаг, который сблизит Украину с Евросоюзом. Пока одни фотографируются с украинским флагом, другие идут с чемоданами в сессионный зал. На работу с багажом обычная картина в четверг. Последний рабочий день сессии. После голосования все спешат улететь домой. Для принятия решений отведено два часа, но депутаты справляются за минут 20. Работают молниеносно, поэтому непонятно, сколько голосов набрал украинский вопрос. Для журналистов результат уточнил посол Украины. Это почти единогласное решение, а значит, единичные критические замечания в адрес Украины на вчерашних дебатах не нашли поддержки среди большинства. Более того, аргументы, которыми пользовались скептики, неправдивы. Как под копирку продолжают высловывать одни и те самые слоганы, а может документы в Украине не защищены, хотя Европейская комиссия подтвердила, что уровень защиты биометрических паспортей достаточно высокий, и подекуда даже выше, чем в некоторых странах. Евроскептики на дебатах вчера рассказывали о нацизме в Украине, государственном перевороте и масштабной коррупции. Украина очень коррумпированная страна. Визу любой страны можно купить за деньги. Так быть не должно. В ответ их тут же обвиняли в том, что говорят они за деньги и называли агентами Кремля. То, что мы только что услышали, результат влияния Путина в этом европейском парламенте. Наконец-то граждане Украины получат возможность путешествовать по Европе без виз. Это серьезный шаг на пути к исполнению мечты Майдана. Украина выполнила все требования за рекордное время. И что еще больше впечатляет, они сделали это, когда Россия наносит удары. Немного стран заплатили такую высокую цену за свои демократические стремления, добавила депутат. Украинский паспорт вообще должен открывать все двери, заявила ее коллега. Впрочем, после этого голосования вопрос без виза переходит уже в Совет ЕС. Там его планируют утверждать через несколько недель, после французских выборов. Но депутаты уверяют, будут держать вопрос на контроле. Я занимаюсь этим вопросом много лет, чтобы достичь сегодняшнего результата. И, насколько мне известно, все будет доведено до конца. Европарламент намерен пристально следить и давить, чтобы страны-члены выполнили это решение. Очень важно, чтобы люди могли контактировать, строить мосты, дать возможность молодым людям, студентам, бизнесменам, родственникам съездить в Европу на три месяца. Не более чем на 90 дней за полгода без права жить или работать в ЕС. Таковы условия без виза. Это не членство в Евросоюзе, но, по крайней мере, демонстрация уважения и поддержки Украины, отметили евродепутаты. Голосование, которого украинцы ждали три года, произошло в этом зале так быстро, что не все даже успели зафиксировать результат. Но главное, он позитивный. И если ЕС также уверенно примет те несколько оставшихся решений, то ездить без виз в Евросоюз украинцы смогут уже со средины июня. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.